В эфире телеканал Увидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В здании администрации муниципалитета прошло заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. В исключительном случае комиссия вправе выбрать более одного кандидата на почетное звание почетный гражданин. Нашему земляку, маленькому Габриэлю, нужна помощь. Со временем эта болезнь прогрессирует, ребенок ослабевает. В Центральной библиотеке прошел творческий вечер поэта, режиссера и педагога Андрея Коршунова. У меня очень много стихов, посвященных селу, сельчанам, каким-то старым народным обычаям, приметам. В здании администрации муниципалитета прошло заседание Совета депутатов Ленинского городского округа, подробности которого расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. На повестке дня 34-го внеочередного заседания Совета депутатов муниципалитета значилось три вопроса. Два из них касались традиционного присуждения почетных званий накануне Дня города. Как правило, каждый год специальная комиссия выбирает одного из представленных кандидатов и предлагает народным избранникам присвоить ему звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа». В исключительном случае комиссия вправе выбрать более одного кандидата на почетное звание «Почетный гражданин», если среди кандидатов есть кандидатуры, достигшие высоких результатов в сфере науки, искусства, спорта, подтвержденных международными наградами. Депутаты поддержали эту инициативу. Таким образом, в этом году им было предложено наградить сразу двоих жителей почетным званием за вклад в развитие муниципалитета и повышение его статуса в масштабах Московской области. Это Анашкина Татьяна Викторовна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Видновская гимназия и второй почетный гражданин кандидата Романадзе Гульнара Джималовна, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детский оздоровительный образовательный центр «Дельфин». Народные избранники проголосовали за данные кандидатуры. Также депутатам предстояло рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение о бюджете Ленинского городского округа. Данный пункт повестки предварительно прошел обсуждение на профильной комиссии. Считать уточненный бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2021 год по доходам в сумме 9 млрд 635 млн 210,9 тысяч рублей. По расходам 11 млрд 503 млн 474,2 тысяч рублей. Дефицит бюджета составит 1 млрд 868 млн 263,3 тысяч рублей. Контрольно-счётной палатой муниципалитета была проведена экспертиза документа и получила подтверждение предложенных изменений. Прошу голосовать, кто за. Большинством голосов решение было принято. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Всего один укол может спасти маленького Габриэля и подарить ему возможность жить полноценной жизнью. Проблема в том, что под силу это только самому дорогому лекарству в мире – препарату «Залгенсма» стоимостью 160 млн. рублей. Страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия второго типа Габриэля Пацурии поставили в 11 месяцев. До полугода мальчик развивался, как все, но после родители заметили неладное. Мы ждали все, пока он начнет сам садиться, потом ползать, но, естественно, этого не произошло. Мы забили тревогу, начали обращаться к неврологам. И тогда уже нам сказали предварительно, что, возможно, спинально-мышечная атрофия, но, конечно, нужно сдать генетический анализ. Генетический анализ подтвердил худшие опасения. Родители малыша были в шоке. Ни у кого из родных такого заболевания не было. И они даже представить не могли, что с ними может случиться подобное. Чем дальше время идет, тем ему сложнее бывает. У нас, грубо говоря, несколько месяцев назад был крепче, чем сегодня. Раньше ему легче было дольше времени сидеть ровно, ему легче было руку поднимать, ему легче было игрушки брать. Но так как мы долгое время не получали никакого лекарства, ничего не было, у него какие-то свойства, какие-то возможности терялись. Со временем эта болезнь прогрессирует, ребенок ослабевает. Даже вот сейчас уже мы видим разницу и со временем, конечно, приводит к слабости мышц, которые отвечают за дыхание и глотание. Габриэль систематически проходит реабилитацию, массаж, бассейн, занятия в специализированном центре. Мама мальчика Люба самостоятельно каждый день разминает слабые мышцы сына. Признаются, очень тяжело, но еще тяжелее видеть, что у ребенка нет нормального детства. На улице гуляем очень долго, он любит гулять. Очень любит с детьми общаться. Но, к сожалению, пока у него это не получается. Хочет с детишками на горку залезть, но как все остальные детки. Родители Габриэля не опустили руки и начали выяснять, как помочь сыну. Оказалось, что остановить прогрессирование болезни способно лишь одно средство – швейцарский препарат Залгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире стоимостью 160 миллионов рублей. Укол он вводится внутривенно один раз в жизни. Он заменяет поломанный ген на здоровый. Такую огромную сумму семье собрать, конечно же, не под силу. И тогда родители маленького Габриэля обратились с просьбой о помощи в благотворительный фонд «Звезда на ладошке». Благодаря неравнодушным людям уже удалось собрать 83 миллиона. Но надо торопиться. Препарат, уверяют врачи, необходимо ввести до двух лет. А малышу уже сейчас год и восемь месяцев. Помочь ребенку можете и вы. Перечислите любую сумму с помощью смс на короткий номер 3434 с текстом «Габи. Пробел. Размер суммы пожертвования». Или на любую удобную банковскую карту мамы-мальчика, номера которых вы видите на экране. Давайте спасем Габриэля вместе. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В Винновской школе номер 5 прошло интерактивное занятие под названием «Нет наркотикам». Оно состоялось в рамках областного антинаркотического месячника. Перед учениками старших классов выступили представители администрации, депутатского корпуса, городского округа и госавтоинспекции. Открыл мероприятие руководитель аппарата антинаркотической окружной комиссии Дмитрий Черкасов. В прошлом сотрудник органов внутренних дел он рассказал о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, об уголовной и административной ответственности. При этом он приводил примеры, с которыми сталкивался на службе. Мы попросили своего знакомого, абсолютно нормального человека. Учился он в Росноу, домодедовский филиал. И попросили его просто передать. Надо было отвезти из Домодедова в Чехов, Сверток. Я думаю, что, хотя он там на всех допросах говорил, я не знал, я думаю, что он знал, конечно, все это было понятно. Ему просто объяснили, что ничего за это не будет. А что, ты-то при чем здесь? В Вильяминного такой есть поселок, кто знает Домодедово. Мы его там задержали. Он получил 4 года. Климо на всю жизнь. Все, 228-я статья. Депутат Совета депутатов округа Павел Русаков обсудил с ребятами психологические аспекты наркозависимости и способы наполнить свою жизнь смыслом и разнообразием с помощью учебы, постановки целей и различных увлечений. В нашем современном социуме он такой достаточно непростой, достаточно сложный. Помогает всегда уйти какое-то хобби. Я за свою жизнь сменил их очень много, и до сих пор у меня их очень много. И они постоянно меняются, какие-то остаются, какие-то уходят. Но у вас есть хобби у кого-нибудь? Расскажите. Раньше у меня какие-то занимались спортом. Самый простой пример. Представитель госавтоинспекции Ирина Чекмарева обратила внимание ребят на необходимость в целом вести здоровый образ жизни. Ведь когда они станут постарше и получат права на управление транспортным средством, от их поступков будет зависеть жизнь и здоровье других людей. Большое количество дорожно-транспортных происшествий у нас совершается с участием водителей, которые находятся либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Это, как говорили уже до меня, да, это статья Уголовная кодекса 228-я. И водитель, когда совершает, не дай бог, правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, да еще когда в результате этого правонарушения погибают люди, то это вдвойне тяжелая деятельность. Также в рамках антинаркотического месячника в Ленинском округе пройдет рок-фестиваль, спортивные соревнования и ряд других мероприятий. В Центральной библиотеке состоялся творческий вечер поэта, режиссера и педагога Андрея Коршунова. На встречу были приглашены учащиеся видновской школы номер 7, а также его друзья и коллеги. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Андрей Коршунов – лауреат Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова, наставник фестиваля «Зубовские чтения», автор нескольких книг. В преддверии Дня города в Видновской Центральной библиотеке прошел творческий вечер поэта. Я считаю своей родиной наш район. Так как я долго жил в Молоково, то для меня родина – это Видно и Молоково. Видно – это город, а Молоково – это село. Поэтому у меня очень много стихов, посвященных селу, сельчанам, каким-то старым народным обычаям, приметам. Я любуюсь, воспеваю это именно. И, конечно, так как я в Видном давно живу, соответственно, много стихов, посвященных моим друзьям, коллегам и городу. На встречу были приглашены учащиеся Видновской школы номер 7. Многие из ребят занимаются в театральной мастерской, которой руководит Андрей Коршунов. Это очень талантливый человек, который внимательно относится к каждому ребёнку, который видит в каждом ребёнке какую-то особенность. Они много ставят театральных постановок. Эти постановки мы смотрим, показываем в школе. Педагог Людмила Исаева рассказывает, что впервые познакомилась с творчеством поэта, когда её дочь Надежда стала посещать занятия театрального кружка. Это творчество близко моей душе, моему сердцу, потому что в нём говорится простыми словами и о том, что было в том числе и в моём детстве. Мне очень близки эти произведения, стихи. 12-летний Владислав Юганов постигает азы актёрского мастерства в театральном кружке с первого класса. На творческом вечере своего художественного руководителя мальчик прочитал стихотворение «Баня». Зимой, воскресной ранью, как только рассвело с отцом, идём мы в баню по тропке за селом. Дети с выражением читали произведения автора со сцены. Каждое выступление превращалось в маленький спектакль. Как хорошо июльским днём бежать с утра с друзьями к речке, бежать в заветные местечки, лететь туда, лететь шмелём. Потеряется вещица, всё перероешь, всё перетрясёшь. И не на кого вроде бы сердиться, но обязательно виновного найдёшь. Поддержать своего коллегу пришли его друзья – видновские поэты. Поэт – это человек возвышенный, понимаете. Это дано уже от природы, вот этот возвышенный взгляд на мир вокруг себя, не вот этот обыденный, бытовой, обыденный взгляд, заключённый в том, что вот надо сделать то-то, то-то и то-то, а вот другой, другой. И он вот этим другим взглядом в полной мере обладает. Как отметил Андрей Коршунов, задача таких творческих встреч – не только знакомство с его произведениями. Главное – приобщить юных читателей к литературе. Наталья Вуслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Скажите, пожалуйста. Чемпионат России по мотоболу 2021 года на финишной прямой. ВИДНОВский клуб «Металлург» отыграл вторую серию игр в рамках плей-офф. Матчи прошли в станице Кирпильска и Краснодарского края. Здесь видновчане встретились с командами «Агрокомплекс» и «Колос». Об исходе обеих встреч расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. После ожесточенных игр первого тура плей-офф в Ипатове в Краснодарский край спортсмены мотобольного клуба «Металлург» приехали изрядно уставшими. Часть мотоциклов требовала ремонта, игроки с травмами. Отдохнуть и восстановиться времени совсем не было. Но собравшись силами и успев привести технику в порядок, 7 сентября видновчане одержали уверенную победу над местной командой «Агрокомплекс». Встреча закончилась со счетом 4-1. Всегда команда, играющая дома, показывает высокий результат. И ребята были настроены на игру, дали нам бой. Результат на табло мы обыграли. Играли с травмой эти игры на таблетках. Не успев отдышаться, уже на следующий день «Металлург» играл со своим главным противником чемпионата России 2021 года – командой «Колос». В этом сезоне ипатовцы не дают видновчанам спуску. Дышат, что называется, в спины. Неординарное решение. Антон Гусев! Какая комбинация! Даже игроки «Колоса» не успели что-либо сообразить. Антон Гусев с сильнейшим ударом. Даже не пас, это удар был такой мощности. Видновские спортсмены делятся. Поле в станице Кирпильской, мягко сказать, плохое. На асфальте выбоины. Конечно, это и многие другие факторы усложняли процесс игры. Всю встречу обе команды шли на равных. «Металлург» забивал, «Колос» тут же сравнивал счет. В игре с командой «Колос» ворота защищать всегда тяжело, потому что в их составе есть всем известный Сергей Крошко. Человек, наверное, сейчас в России с самым сильным ударом, с самым поставленным. Много мне от него доставалось. Поэтому здесь, конечно, ответственность, она удестеряется, наверное, и трудность удестеряется. Игра, естественно, вышла напряженная очень. У меня какое-то, не знаю, такое умиротворение настало перед игрой. Как сейчас помню, на приезд уехал, улыбался даже всем зрителям и соперникам. Ну, спокойствие было абсолютное. В четвертый период команды вошли с ничьей 2-2. Судейством и игроки, и руководство «Металлурга» остались недовольны. Говорят, это еще одна причина, по которой игра выдалась ожесточенной. Однако в этой встрече «Видновчанам» удалось одержать победу со счетом 3-2. Что-то непонятное творится на поле. Антон Гусев забрал мяч, увел его с поля, чтобы команда полностью смогла начать атаку. Но сейчас Виктор Пустик подзывает Антона Гусева. На мотоцикле проездил 25 лет. И уже более 15 лет тренер, ну, такого хамского судейства не видел. Соревновательность пропадает. Ребята тренируются много, что-то новое. Это не дают делать все время. Свисток, свисток на каждом метре. А так, про свою команду, про ребят, конечно, просто молодцы. Они после агрокомплекса были синяками, а после Ипатова, если они сейчас снимут, они просто все синие. Сейчас видновские спортсмены уже на родной земле восстанавливают силы и чинят мотоциклы. Следующие игры у «Металлурга» 16 сентября. Они встретятся с командой «Колос» из Ипатова. И 18 сентября с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ. В субботу, 11 сентября, в 18.00 на телеканале «Видно.ТВ» вы сможете увидеть прямую трансляцию праздничного концерта в честь Дня города «Лови волну». О итоге недели смотрите в воскресенье в 19.30. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова